Считается, что имя человека, так же как имя предмета, собственно, отражает его суть, его сущность. В имени, как и в каком-то глубинном прозрении, можно узнать о человеке очень многое, можно понять его наклонности, можно понять источники, духовные источники его происхождения на земле. И по коммунистической традиции, когда душа уходит из этого мира, то она часто не узнает своего имени, и тогда на помощь приходят стихи Торы. Есть традиция читать стихи Торы, в котором шифруется имя человека. Они приходят на выручку, чтобы душа не была бы в такой растерянности, когда ее вызывают на суд. Вот такая вот традиция. Получается, что родителям в момент, когда они дают имя ребенку, дается маленькое пророчество в каком-то смысле, чтобы они смогли прозреть будущий путь этого ребенка. И они дают именно то имя, которое ему подходит. Бывают ситуации, когда по различным причинам человек считает, что имя, которое он получил в детстве, оно не отражает его сущности. Либо потому, что он действительно изменился. Например, Хазарба Чува. Человек сделал Чуву и стал жить как религиозный человек. В этой ситуации он безусловно изменился. То же самое происходит, когда человек сделал Гиеву, прошел Гиеву. Его душа прикрепилась к новому корню, и она стала продолжением праотцов Авраама, Ицхака Якова, Раба Тенисары. Он стал бен Авраам. И естественно для него в этой ситуации, что это изменение должно вызвать изменение его имени. И Рамбам говорит, что из путей Чувы, что человек, он меняет свое имя, потому что он не тот человек, который был раньше, который совершал все эти поступки, это отражение глубоких изменений в душевной сущности человека. Бывает наоборот. Человек искренне думает, что если он изменит имя, то изменится и сущность. Многие наши мудрецы не рекомендуют так поступать без действительно чрезвычайной причины. Если человек находится, не дай бог, в ситуации тяжелой болезни, предстоящей какой-то сложной операции, когда у него есть какие-то действительно серьезные проблемы в жизни, то иногда прибавляют имя, говорящие о долголетии, о здоровье, о каких-то других вещах, Хая, Хаим, Хай, некоторые другие имена, про отцов Авраама, Сары, Якова. Но в любом случае не стоит относиться к этому бездумно, потому что давая имя, меняя имя, мы входим во влияние совершенно других сил, и не обязательно, что они будут в нашем случае так уж хороши. Может случиться, что мы и не к лучшему меняем имя, поэтому, как правило, специалисты Кабале не рекомендуют обращаться без такой вот суровой необходимости к изменению имени и подойти к этому серьезно, посоветоваться с людьми, которые понимают в именах, знают, как они используются в Торе, что они означают, будут ли они говорить о чем-то более тяжелом, более легком. Меняют имя, как правило, сообщая о нем в присутствии 10 евреев-миньяне. Так дается имя девочки, а мальчику обычно дается имя над бокалом вина после обрезания, после бритмилы. Каждый раз это изменение имеет смысл сообщить о том, что такой-то получил такое-то имя, такой-то сын такого-то. И вот очень важно, чтобы имя прижилось бы. Если человек получил имя, даже на Торе или даже над бокалом вина, но его этим именем никто не называет, если это имя забылось, например, то это имя не прижилось, и тогда надо либо давать новое имя, либо называть тем именем, которое у него есть, даже если это не еврейское имя. И по Аллахе, если человек имел еврейское имя, но никогда его не носил или носил раз в году, когда его вызывают на сим-костору, допустим, к свитку, вопрос или это имя можно, например, написать на его памятнике, можно ли это имя назвать в качестве имени родителей для его детей, это действительно вопрос непростой, он решается по-разному. И вот я помню, что Рабаны и Ушалаем часто в таких случаях рекомендуют вернуться к тому имени, которым называют. Если человек поменял имя, чтобы сохранить здоровье, чтобы пройти операцию и так далее, то необходимо обратиться к родным и близким, ко всем, кого человек знает, чтобы они использовали бы это имя. Чем больше люди называют человека этим именем, тем больше оно связывается с личностью этого человека. Не рекомендуется брать имя в честь человека, судьба которого сложилась неблагополучно. Стараются не брать имена даже родных, если они умерли, например, насилить смертью, не дай бог. И в этих случаях стараются либо брать совсем другое имя, либо если есть желание увековечить память ушедшего, то берут имя и прибавляют еще одно. Но надо помнить, что в этой ситуации новое двойное имя не соответствует имени того, кого брали на сто процентов. Оно имеет некоторую связь, но эта связь, она не полная. Поэтому если человек хочет увековечить имя дедушки, допустим, пусть берет имя дедушки, а не имя, допустим, двух дедушек, дедушки и кого-то еще, потому что в этом случае это новое имя, новая комбинация имен, и она связывает человека совершенно с другой духовной сущностью, так иначе напоминая, конечно, в том числе и прадедушку. В еврейских семьях имена повторяются, есть постоянный более-менее набор имен, и дети, они как правило носят именно эти имена. Есть немножечко разные отношения у паскей, ашкенадз и сфарад. Обычно в ашкенадских семьях категорически не называют детей именами живущих родственников. И если мы видим человека, у которого есть, допустим, двойное имя Шимон бен Шимон и так далее, если он из ашкенадской семьи, то большая вероятность, что этот человек осиротел до рождения, и его назвали именем отца, который уже ушел, так это ашкенадз. У сфарадских евреев, наоборот, есть даже традиции иногда называть детей, внуков именами живущих предков, и эта традиция, мы видим, не связана ни с Айна-Ра, никому не помешала, не была ни для кого плохой, поэтому правильно, чтобы человек шел согласно своей традиции, традиции своей семьи, и то, что хорошо для его семьи, будет хорошо и для него с Божьей помощью.